Говорится во многих каббалистических источниках, что мы должны стать семьей. Вот в такие трагические дни вдруг очень чувствуется, как это верно. Понятно, что речь идет не о родственных связях. Вот вопрос такой, о какой семье все-таки речь? О том, чтобы каждый чувствовал рядом стоящего человека. Чтобы все мы чувствовали, что мы одна семья. Что мы вместе. И что только в таком случае мы не только победим нашего внешнего врага, но главное внутреннего врага. Свой эгоизм. И тогда ничего нам не страшно. Семья это когда все мы как одно целое. Вот это вот объясните, пожалуйста, как одно целое. Мы разные семьи, мы разные люди, разных характеров, разных взглядов. Даже левых, правых, скажем так. Вот что, как из этого всего строится семья? Или можно вот построить семью или захотеть? Можно. Для этого нам надо только понимать, что победа может быть только в этом случае. И что вообще мы должны оставить все противоречия между нами и чувствовать себя как одно общее целое. Только в таком случае мы можем победить своего внутреннего врага, а внешне это уже не проблема. Вот когда-то, когда мы назвались народом, у горы Синай, звучало такое предложение. Или вы сейчас соединитесь, или это будет место вашего захоронения. Да. Вы считаете, в принципе, это очень похоже, то, что происходит сегодня? Конечно. То есть, может сказать, что сейчас нам дали такой вызов, да? И такое нам творец поставил условие, что оно такое резкое, как вы говорите. То есть, над всем. Над всем. И, конечно, мы это должны понимать именно так. Ну, не секрет, что мы эгоистичные, что мы... Мы самые эгоистичные, самые плохие. Но именно это и приводит нас к объединению. Что иного пути нет. То есть, сила удара этого, который мы сейчас ощутили, она может привести вот к такому решению, к молитве? Да. Может? Она может. Цель понятна. Что для этого нам всем надо сделать? Каждый должен забыть о себе и думать о других. Я должен думать о всем народе, который обязан пережить это состояние и победить. Вы знаете, вот сейчас вот, когда рассказываются эти истории, которые сейчас происходят там у нас, можно сказать, на фронте, скажем так, то очень много этих случаев, когда забывают о себе. Там рассказывают о солдате, который падает на мину и спасает этим всех своих товарищей. Потом о женщине. Таля ее зовут, которая перевозит с фронта. Когда стреляют вокруг террориста, она перевозит 13 раненых. Туда-сюда ездит. Пожилая женщина у нее, шестеро детей. Это и есть солидарность. Да. И только из этого может родиться победа. Вот так надо и каждому из нас вот так вот и существовать. Именно так, да. Каждый, сколько может, должен отдать себя для победы. Победа – это когда мы объединяемся над своим эгоизмом и действуем за обща. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова